Отдел правовой работы администрации Саянска консультирует горожан по вопросам защиты прав потребителей. В соответствии с административным регламентом о предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении жалоб потребителей и консультировании по вопросам защиты их прав, консультации по всем вопросам в отделе предоставляются бесплатно. За период 2014 года было зарегистрировано 143 обращения от граждан. В основном они касались нарушений в сфере торговли, в частности торговли технически сложными товарами, то есть это сотовые телефоны, холодильники, стиральные машины и планшеты. Плановый контроль за качеством любого товара осуществляет федеральный орган, территориальный отдел Роспотребнадзора, офис которого находится в городе Зиме. Поступающая устная информация о каких-либо нарушениях прав покупателей принимается к сведению, но официально подлежит рассмотрению только письменная жалоба, письменное обращение граждан. Товарная экспертиза проводится Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. По поводу экспертизы в отдел обращаются горожане, которые приобрели товар ненадлежащего качества. При приобретении товара такого качества, особенно технически сложного товара, что необходимо обращаться непосредственно при возникновении недостатка к продавцу с письменным заявлением с требованием о либо расторжении договора купли-продажи в связи с тем, что недостаток возник в течение 15 дней после покупки. То есть это право потребителя. Срок 14 дней установлен только для товаров надлежащего качества, которые, однако, не подошли вам по фасону, по размеру, словом, просто не понравились. Технически сложные товары не относятся к этому перечню. То есть на них установлен иной срок. То есть если возникает в данном товаре недостаток в течение 15 дней после приобретения товара, то покупатель имеет право его вернуть и вернуть за него деньги. В возникновении спора между покупателем и продавцом о товаре экспертизу обязан проводить продавец. Экспертизу оплачивает тот, кто не прав. Если предприниматель продал некачественные товары, экспертиза установила этот факт, то оплачивать экспертизу будет продавец. В случае, если товар был неправильно эксплуатирован потребителем, то экспертизу оплачивает потребитель. Недавно был такой случай. У нас обратилась женщина, которая приобрела товар, часы, в одном из магазинов нашего города. И, к сожалению, ей не был выдан ни гарантийный талон, ни чек, ни товарный чек на этот товар. И в этом товаре возникли недостатки. То есть женщина пенсионного возраста, то есть для нее это большие затраты были. Она обратилась в магазин. Изначально продавец отказался принимать товар. Говорили о том, что она не приобретала данный товар в этом магазине. Но в итоге мы написали претензию, помогли составить жалобу в Роспотребнадзор. И в итоге к нам подошел потребитель и сказал, что ему вернули денежные средства за данный товар. И разрешился спор. Существует ряд товаров, которые в соответствии с законодательными актами не подлежат обмену изначально. К их числу относятся постельное белье, нижнее белье, парфюмерная продукция. На эту категорию товаров сроки возврата не распространяются. Споры потребителей и продавцов обычно проходят в агрессивном тоне некорректно и непродуктивно. Бывает, не совсем честно ведут себя как покупатели, так и продавцы. Один раз у нас была такая ситуация, когда мужчина сдал технически сложный товар на гарантийный ремонт. С гарантийного ремонта он вернулся со сломанным экраном. И пытались, собственно говоря, продавцы доказать тот факт, что это вина потребителя. Причем сдавал он товар в надлежащем виде, с целым экраном. И это было зафиксировано. Не всегда продавцы честны в обращении с нами. Хотелось бы отметить и дать напутствие нашим предпринимателям, чтобы проводили работы со своими продавцами. Зачастую продавцы не знают законов. Очень конфликтные ситуации зачастую возникают из-за этого. То есть продавцы нацелены на продажу товара. Возврат практически невозможен без какого-то беспретензионного разбирательства. То есть хотелось бы, чтобы продавцы шли навстречу потребителям и как-то урегулировали споры в рамках действующего закона, не прибегая к судебным разбирательствам, либо не прибегая к тому, чтобы граждане приходили и обращались. Обращаются в правовой отдел администрации горожаней по поводу качества предоставляемых услуг, чаще другого по качеству установки окон и по доставке мебели. Бывают такие ситуации складываются, когда мебель неудокомплектована. И комплектацию очень сложно добиться от предпринимателя. Если вы затеяли в квартире ремонт, срок его может изрядно затянуться. Кажись, продавец недостаточно добросовестным. К примеру, доставит плитку, дверь, ламинат или паркет не через неделю, как было оговорено, а через 2-3. Законом о защите прав потребителей предусмотрено, что за нарушение сроков оказания услуг, за перенос сроков, если это было без согласования, то потребитель имеет право на неустойку в размере 3% от стоимости работы. То есть значительная сумма. То есть если работы были в смете выделены отдельно, то от этой суммы, если же не были выделены отдельно работы, то от общей стоимости договора. В июле этого года в закон о защите прав потребителей были внесены изменения. В статью 24 добавлен новый пункт. Горожане сегодня чаще всего осуществляют масштабные покупки по потребительскому кредиту. И не всегда в этой процедуре потребитель был защищен законом. На данный момент в случае приобретения товара по потребительскому кредиту, то есть это то кредитование, которое вы оформляете не в банке, не в магазине на товар, а уже берете кредит в банке на приобретение такого товара. И в случае возникновения в нем недостатка, продавец обязан вам возместить убытки, возникшие в результате приобретения данного товара. Кстати, жалоб в отдел по поводу кредитов становится все больше. Кредитные организации зачастую вводят в заблуждение клиентов, не всегда предоставляют полную информацию об условиях кредитования, вынуждают оформлять страховку. Но страхование – дело добровольное. Если заемщик не желает страховаться, то по закону вполне может отказаться от этой услуги. Недавно, допустим, тоже был случай, молодой человек оформил кредит, необходимая сумма была одна, но в связи с тем, что страховку, он тоже написал заявление о присоединении его к программе страхования, сумма основного долга вошла в, страховая сумма, точнее, необходимая для уплаты, единовременной, вошла в сумму основного долга, и, соответственно, проценты были насчитаны на большую сумму. Закон о защите прав потребителей постоянно дополняется и совершенствуется. С развитием торговли и сферы услуг отношения покупателей и продавца становятся все более сложными и разнообразными. Главная проблема потребителей в том, что они не знают своих прав, не привыкли обращаться с жалобами по их защите. Однако, если потребитель будет знать свои права, каждый продавец товаров или услуг будет осознавать свою ответственность. К слову, книгу закона о защите прав потребителей можно приобрести в книжном магазине. Закон можно найти в интернете. Но в любом случае за помощью есть возможность обратиться в правовой отдел городской администрации. Мы всегда, отдел правовой работы, готов помочь в любой создавшейся ситуации. То есть граждане могут обращаться в рабочее время. Мы составим претензию исковую, дадим просто устную консультацию, поможем составить заявление в случае необходимости. И каждую ситуацию будем рассматривать индивидуально. В отделе правовой работы ведется прием в рабочие дни с 8 до 17 часов. Телефон для справок 56641. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова